Разбитые дома справа и слева. Это станица Луганская. На крайнем посту украинских военных. Безопасность операции обеспечивает Альфа. Два студента индуса вышли первыми. Ждем еще двоих. Они сейчас пешком идут. Идут пешком. Вот там за железнодорожным переездом уже территория, которую контролируют боевики. И до границы с Россией отсюда рукой подать. Вот как только мы сюда приехали, пришла интересная смс. Солдат Украины, ты выполнил свой долг. Возвращайся домой. Домой сегодня поедут студенты из Индии. Еще двоих бойцы Альфы подбирают в нейтральной зоне. Их первые слова здесь. Уже спокойно. Затушу Украину. У Притама особенная история. Если другим не отдавали в мединституте документы, то его в Луганске держало не только это. У меня любовь была. Если честно вам скажу. Поэтому я не уехал. Вовремя войны тоже я там и был. А теперь уже ничего нет. Все это время у них практически не было денег. Продуктами помогали знакомые. Но не это самое страшное. Говорят, в Луганске много боевиков и техники. А после девяти вечера ходить по улицам запрещено. Страшно было. Понятно, что страшно было. Просто там невозможно жить. Там в лес нет. Никакой. Другой я знаю, что сидел там. Ночью где-то ходил, но запрещено было, что ночью ходить куда-то. Они ему забирали в подвале, сидели, сидели ночью. Сейчас идут переговоры по освобождению из плена боевиков других мирных жителей. И, конечно, наших военных. Процесс идет. Главное, чтобы все это остановилось. Мы со стороны Украины придерживаемся минских договоренностей. По минским договоренностям до 5 марта мы должны забрать временно задерживаемых там людей. Мы готовы отдавать всех, кого мы можем отдавать законно. Для четырех студентов-индусов ужасы войны остались позади. Сегодня они поедут в Киев, а дальше... Домой. Индия. Ярослав Коречко, Вадим Ревун и Василий Сачук. Подробности телеканал Интер.